Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас Сегодня у нас в гостях замечательный скрипач Гедон Гринверк Здравствуйте, Гедон Добрый день Гедон и сольные исполнители Играет в симфоническом оркестре Латвийского оперного театра И у нас немного проектов совместных И, собственно говоря, именно из-за нашего общего проекта Сегодня Гедон согласился прийти в студию У нас будет замечательный концерт 22 февраля Музыка-кино Где уже сложившимся трио Гедон Гринверк и Рейна Валикжанина И я будем играть музыку-кино Европейских и советских русских композиторов Гедон, как началось ваше знакомство со скрипкой? Почему скрипка такой сложный инструмент? Так, знакомство или же почему сложный? Все вместе Все вместе Начну знакомство В каком-то смысле Это была случайность Но в то же время На это повлиял кинометограф как раз А, киноматограф Киноматограф, да А именно то, что у нас обычно является первой вещью Что мы в нашем концерте играем То есть мой любимый герой Шерлок Крис Да, да, да Он играл на скрипочке И вот пусть Василий Борисович это делал, как умел в фильме Вот как-то вот это мне понравилось И когда я нечаянно совершенно попал в музыкальную школу Я сразу хотел именно играть на скрипке Хотя первоначально я начал играть на фортепиано Это насчет скрипки Почему сложный? Ну, нет лад, как на гитаре И очень-очень маленькие расстояния на грифе между пальцами То есть очень легко промазать просто Да Ну и... А скрипка может быть более живой инструмент, чем некоторые другие То есть она имеет свое настроение Которое иногда противоположно даже тому, кто на ней играет Ну, то есть очень капризно по отношению к амплитудам температуры И... Ну, да, это такое очень своеобразное живое существо, я так сказал Еще даже известная история, как вы потеряли скрипки И целый детектив был, как вы их находили Да, да, была такая грустная история Да, да А в принципе, скрипка, так же как виолончели, это фактически как родной инструмент Его с трепетом выбирают, покупают Это часто очень дорогие инструменты Какой у вас инструмент, на каком вы играете? Теперь я играю на скрипочке, сделанной уже покойным мастером Валерием Остроуховым из республики Коми Вот, познакомились мы так, что он был как бы другом некоторых скрипачей из оперного оркестра И один из концертминистров, Леонардо Антоневич, играет тоже на его скрипке И мне очень понравилось И Валерий был очень интересен в общении Он сам скрипач замечательный был в молодости И так вот как-то сложилось, что вот я купил у него скрипочку Правда, это как раз произошло тогда, когда и пропали две скрипочки Одна моя тогдашняя и вот эта вот Ну, потом все это как-то вернулось, так что да То есть у вас две скрипки, на которых вы играете? Нет, сейчас одна Сейчас одна, понятно Ну вот вернемся к вашему детству Родители музыканты? Нет, совершенно Как они относились? Вот на самом деле скрипка И даже когда, дорогие слушатели, будете набирать в телефоне или в компьютере, например, слово скрипач То он обязательно вам сделает не скрипач, а или скрипун, или скрипач То есть скрипка в России долгое время называлась еще как скрипка Скрипеть Потому что везде, ну вот и в Латвии это виолы, виолин, виолино То есть другие названия А в России-то да, это от слова скрипеть И когда дети только начинают играть на скрипке Это действительно такой душеразъедающий скрип И не всегда все могут сразу начинать извлекать красивые благородные звуки, которые уже владеет профессионал Как долго у вас шла борьба со скрипкой и как родители выносили? Свою лепту Мама сидела с рябнем иногда Хотя она не особо разбиралась в том, что нужно Она просто сидела и на уроках, и записывала все, что говорила учительница А потом это просто все читала Потому что ей казалось, что это все происходит в том же отрезке времени, что на уроке Иногда совершенно не совпадало то, что она читала с тем, что я в тот момент старался выучить Но да, все равно я ей за это благодарен, что она все-таки Во сколько лет вы начали играть? Я начал поздно, я в 7 лет начал только играть на скрипке Поздно, да, видите, поздно У нас предыдущий гость был Никита Кошелев, который на гитаре, да, то есть начал играть в 16 лет только профессионально Видите, да, действительно, скрипачей все гораздо раньше Это один из немногих инструментов, на которых отдают чуть ли не с 4 лет детей, чтобы вот это вот Я даже поправлюсь с 8 лет все-таки, да, я извиняюсь А, даже с 8, понятно Получилось, пока директор Шанни уговорила маму, что вот школа даст скрипочку и не волнуйтесь Ну, правда, там не предупредили, что это будет только первые из нескольких, которые придется потом покупать за другие уже цифры Ну, так, да, так это вот началось Да, а потом вы перешли в школу уже Эмиля Дарзина Да, в каком классе? Да, к педагогу Датсия Яновна Берзая Это было в 7 класс А, то есть достаточно долго вы проучились Да, да, да И уже себя мыслили, я так понимаю, профессионалом, то есть я имею в виду тем, что муз, жизнь посвятить им скрипке Или нет? Знаете, вот я очень хорошо помню тот момент, когда Датсия Яновна спросила при маме Ты хочешь играть для себя или для других? Честно говоря, в тот момент я понял, что я вру, потому что я хотел для себя А хотел так же, как Шерлок, просто как бы свои какие-то раздумия, свои какие-то ощущения в этой скрипке как бы выразить Но я сказал, что для других, потому что я смотрел на глаза мамы, которых была надежда, что вот сейчас вот я выберу правильный ответ И это я знал, какой должен быть И, в принципе, получилось, что для других все-таки это и есть, и это правильно Но время же это для себя тоже Абсолютно, конечно, для себя Да, хотя вот дня 4 назад я вообще думал, что, может быть, хватит уже Уже хватит? Да, да Что на вас нашло? Я услышал прекрасную игру другого коллеги, у которого большие проблемы в физическом плане Но он их преодолел и играет просто божественно И мне показалось, что я так никогда не смогу при своих всех непроблемах Хотя у меня тоже есть всякие моменты нежелательные Ну ладно, это уже прошло Да, ну и слава богу На самом деле такие кризисы случаются у каждого музыканта Когда попадешь на концерт своих коллег и слышишь, как они потрясающе играют И думаешь сразу, что ты какое-то ничтожество, ничего не достоин И тебе нечего показать публике Вот, и такое самоедство может продолжаться долго Но чаще всего оно вытекает в то, что ты садишься, я сажусь за орган И правильно Вот вы берете скрипку и часами, часами занимаешься, совершенствуешься Для того, чтобы опять войти в форму и двигаться вперед Для меня таким, можно сказать, всплеском тоже был концерт Опять-таки скрипача Есть замечательный российский скрипач Айлин Причин И он победитель конкурса Елизаветы Королевы Елизаветы Первая премия И также участвовал в конкурсе Чайковского Потрясающий музыкант Я помню, как раз я была в своем родном городе Оренбурге И пришла на концерт И как он с первой ноты захватил моё внимание Играл концерт Мендельсона И вот с первой до последней ноты Вот на едином дыхании Это, конечно, очень редкие музыканты обладают И я каждый раз потом себе задавалась мыслью Как стать большим музыкантом? Как стать большим музыкантом? И, конечно, это звучит, может быть, глупо Может быть, как-то Но, тем не менее, потом вынесло для себя такой вердикт Что даже когда ты занимаешься дома, репетируешь То ты уже должен играть не как будто для себя А просто разучивая А уже сразу представляя, как это звучит И выстраивая вот эту фразу Чтобы держать внимание публике И это действительно очень серьёзный момент И помню, как раз я подготовила одну программу Органную целиком Вот именно с таким настроением И ко мне подходили некоторые слушатели И говорили, что был какой-то очень необычный концерт Прошёл на одном дыхании И ни на что не отвлекался Поэтому, видите, Гидон, да Слава Богу, что скрипку не выбросили И стали играть дальше Но вы очень много играете И в оркестре И вот у нас программа «Музыка-кино» И с Раймондом Паусом у вас проекты И с Райфальсоном в театре Как на всё хватает времени Как на всё хватает энергии Ну, к сожалению, где-то, конечно, что-то страдает в этом плане Мне уже иногда в опере говорят Что, ну извини, а где же у тебя приоритеты У тебя основная работа здесь А там это Но всегда всё можно как-то договориться И выкрутиться И я очень рад именно Небу или, так сказать, в судьбе За тех людей, которые вот Я повстречал и с которыми Мне удалось и удаётся играть вместе И общаться Потому что в основном действительно Великие мастера своего дела Как и маэстро И в то же время иногда кажется А вот был бы ли я сам Самодостаточен, если бы не было Всех этих встреч Но зато есть примеры, к чему стремиться И я очень благодарен за то, что Были и есть эти все возможности Ну, вы имеете самодостаточен В том смысле, что Как сольный скрипач Да, да, да То есть фактически, в принципе Вы оправдываете своё Магистерское образование Да, в магистратуре Когда вы обучались на камерном ансамбле Это камерное Фортепианное трио, да И струнный квартет Ну и фактически вы по жизни Именно так и пошли Да, то есть На Энеру и Фальсон Только вы больше соло играете Да Я играю один много, конечно Но, скажем так Это не как отдельные концерты На большой сцене Там не сонатные вечера Хотя и такие были Но давно Сейчас, да В основном получается играть В таких комбо-проектах Или там маэстро И биг-бенды И как бы там тоже соло можно Или же там камерные составы В основном так Ну да И в театре, конечно Там приходится одному играть И тоже Это не проблема Это всегда можно Нет, это понятно Но всё равно, конечно Отличается То есть это просто другая работа В камерном ансамбле В оркестре И соль То есть, например Сыграть тот же концерт С симфоническим оркестром Это совершенно другая Вы играли? Играл Три раза играл Да, кажется Или даже четыре Но разную программу С разными составами Первый раз С лепайским оркестром играл А что играли? Играл Фантазию Витулса Там такая народная песня Красивая такая фантазия Да Был такой первый опыт А потом уже было И с молодёжным оркестром И цыганские напевы играл И очень интересный опыт был В Елгаве У Александра Пелетиса Есть Посвященный Пиацолле И строку Такая посвященная вещь Для скрипки с оркестром Именно там на теме строка Забы сейчас название К сожалению Вот И это тоже Вот очень такая Красивая Красивая Вещь Которую играл с оркестром Ну а кстати Шерлок Холмс Который Который вас привёл На скрипку И который будет звучать В нашем концерте 22 февраля Выучили В детстве ещё Эту мелодию Дашкевич Да Это вообще был моим Супер хитом Уже С первого класса Да Потому что В летние вечера Приходили соседи Ставили табуреточки На первом этаже Мы жили В Югле Вот я выходил на балкон И всегда они хотели Именно чтобы начинался концерт Именно с мелодии Дашкевича Да И вот я тогда подбирал Все эти мелодии То есть у вас концертная практика Уже с первого класса Да Да Это конечно было Летние вечера Да Под балконом Да Потому что это гениально Там сирень цвела вокруг Это очень здорово было Бога красиво Я вспоминаю с любовью Это всё Да Ну не у всех такие соседи Я когда занималась на фортепиано В Оренбурге Но была очень усердным ребёнком И много По много часов репетировала И конечно же Это гаммы И гаммы мы играли В самые разные интервалы И есть благозвучный интервал Там консонансы Да И есть диссонансы Которые просто режут звук В секунду В септиму В тритон И вот соседи Когда например Там на пятый час Моих репетиций Начинали стучать по батареям А я смотрела Что ещё время не вышло Ещё нет девяти часов вечера Я им гаммы в октаву И в тритон Они правда после этого Опредваряла я это Вступлением К симфонии Бетховена Та-та-та-там Ну да Судьба постучалась Они знали И вот пару раз я так сыграла И потом когда например Они не постучат А я им сыграю Вступление Бетховена То они знали Всё, больше не трогаем ребёнка Да-да-да И они, знаете Это были самые счастливые люди Которые восприняли Моё поступление В консерваторию В московскую Потому что Когда им мама сказала Что Лена поступила Едет Это надо было видеть Никто из родственников Так не обрадовался Как обрадовались соседи А вот ваши соседи Я понимаю Что они Вначале приходили Слушать Шерлока Холмса А потом же всё равно Это же гаммы И прочее Как они воспринимали У меня там на третьем этаже Жила одна тётенька Которая прибегала Там уже после восьми вечера Звонила в дверь И кричала Что у неё инсульт Или ещё что-то Каждый раз Что-то другое Вот И била по батареям Тоже там Было Всё это было Я вот сейчас это Вспомнил Уже провалы в памяти А потом вдруг Всё это возникает опять Нет Ну конечно Воспоминания Когда соседи Садятся с табуреточками Слушают концерт Это милее Да И когда цветёт сирень Это гораздо ярче Дорогие друзья Немножко расскажу вам О культурной неделе На самом деле Мероприятий очень много Но они все собрались Буквально в 2-3 дня И именно 22 февраля Мне кажется Вся Рига Будет ходить на концерты Ну вот А 20 февраля Это в четверг В оперном театре Можно послушать Пиковую даму Петра Ильича Чайковского Будете играть там? А 20-го не буду Нет 20-го не будете А в Большой гильдии Латвийский национально-симфонический оркестр А именно Трио этого оркестра Представит очень интересную программу Будет Талевальди Сцененч Концертина Барочная концертина Для двух скрипок Иоганнес Брамс Третье фортепианное трио До минор И Эрик Вольфганг Корнгольд Сюита для двух скрипок Виолончели и фортепиано Для левой руки Сейчас об этом я расскажу Исполняют Индулис Цинтинш Это скрипка Датца Залита Зилберта Виолончель Мартинш Зилберт Фортепиано И еще приглашенный Сандис Штейнбергс Это скрипка А что значит для левой руки? Дело в том, что был такой пианист Виткинштейн Который потерял правую руку Во время войны И известный композитор Марис Равель Написал для него Тоже концерт для левой руки С оркестром А также несколько этюдов Именно для левой руки И вот еще Американский композитор Эрик Вольфганг Корнгольд Также написал Трио Третьей фортепианной Нет, вот именно Сюита для двух скрипок Виолончели и фортепиано Таким образом Виткинштейн То есть он был известным пианистом До войны И потом он смог продолжить Своё творчество Несмотря на увечья Это в 19.00 В большой гильдии Замечательный концерт 21 февраля Также в большой гильдии Синфонета Рига Называется концерт Венецианский карнавал И концерт для трубы И оркестра Йозефа Гайна Исполняет французский трубач Ромен Леле И синфонета Рига Дирижирует Норманд Шне А в программе Йозеф Гайден Концерт для трубы и оркестра Ми бемоль мажор Также Франц Шуберт Первая симфония Ре мажор А вот дальше На мой взгляд Очень интересное произведение Которое Нельзя пропустить Арнольд Шонберг Вторая камерная симфония И Жан-Батист Арбан Вариации Венецианский карнавал То есть это и классика Венская классика Йозеф Гайден И Франц Шуберт А также и редко звучащие произведения Которые На мой взгляд Очень любопытные И стоит того, чтобы их услышать Они не так часто исполняются Хотя вот мы говорим Современная музыка Не так часто исполняется А на самом деле Вот, например, тот же Концерт для трубы с оркестром Ну, наверное, раз в пять лет Можно услышать Может быть, раз в три года Там уж такое количество Написанной музыки Ну, невозможно того же Гайдена Одному коллективу Играть каждый год И не нужно Да, и не нужно И поэтому, конечно, на самом деле Много современной музыки Которая звучит гораздо чаще Чем музыка венских классиков Моцарта, Гайдена, Бетховена И тем более Шуберта Шуберт часто исполняется В камерной музыке Но и то тоже я замечаю Что в Риге Не так много исполняют Именно камерные инструментальные музыки Струнные квартеты Вот вы, кстати, Гидон Пока учились В магистратуре В Латвийской академии Каким квартетам Струнным отдавали предпочтение? Поначалу Гайдну Потому что это как бы Ну, это как классика Чтобы научиться играть Гайд, Моцарт Чтобы все Четко там Штрихи, артикуляции Вот Ну, а так мне больше самому Именно тот же Шуберт Ближе, да Девушка из смерти Девушка из смерти Ну, вообще романтика мне ближе Потому что там Не так строго все, скажем Ну, а как вы думаете Почему в Риге Не так часто исполняют Именно вот камерную инструментальную музыку Вот эти фортепианные трио Струнные квартеты Но если еще фортепианные трио Еще можно услышать Благодаря Осокиным, да То есть они часто включают И тут Также в том году Они играли Даже это Форельный квинтет Да, Андрей играл Со струнным квартетом А вот все-таки Струнный квартет Как жанр Он и в России Не так популярен Но и в Риге И совсем очень редко Можно услышать Как думаете С чем связанным? Это довольно странно Но это связано с тем Что Может быть Не потому что Эта музыка Никого не интересует А просто Струнный квартет Самый популярный Для банкетов И так называемых Колтур Нет, серьезно Совершенно Это самый популярный состав Который играет на корпоративах Понятно Ну там же играет музыку Как раз пьетсол И прочее А вот такую серьезную музыку Уже и не так много играет А так на самом деле У нас много уже Струнных квартетов Составов Да Я каких-то Шесть могу перечислить Три из которых Все-таки концертирует А так Да В основном Это уже И даже серьезную музыку Я вот сам тоже Мы играли То же самое Девушка из смерти даже Да В частном доме На празднике То есть Это вот Таким образом происходит Это норма Дорогие друзья Вернемся к нашей передаче Через После небольшой рекламной паузы Микс Ньюс Продолжаем нашу культурную среду У нас в гостях Замечательный скрипач Гидон Гринберг И мы как раз подошли К концерту В котором Он принимает участие И можно будет услышать его Но Все-таки Предваряя Этот концерт Я скажу Что 22 февраля Это На мой взгляд Просто взрыв Классической музыки В Риге Я такого За почти год Введения передач Культурная среда И Внимательного Вникания В афишу Классической музыки Скажем так Я давно Такого не видела Даже на Рождество Какой-то уникальный день Когда Огромное Просто огромное Количество концертов Итак 22 февраля Суббота В 11.00 Это русская версия А 14.00 Латышская версия Латвийский национальный Симфонический оркестр Представляет Свою Программу Для детей Ленисонс И Там будет Опера Моцарта Бастиен И Бастиена Это такая Комическая Опера И На русском языке Будет в 11.00 В 14.00 Будет На латышском Языке А солисты Замечательные Это Катрина Паула Фелсберга Антис Беттинш Эдгар Скарбулес И Актеры Также будет Валдис Ванакс И Алексей Гейко Режиссер Ура Уна Розенбаум И Дирижер Авис Гретарис Программа По-моему Для детей Было бы Очень интересно Это все В большой гильдии В 11.00 Русская версия В 14.00 Латышская Кто не хочет Посмотреть В концертном Исполнении Оперу Моцарта Можно пойти Послушать Волшебную Оперу Волшебную Флейту Моцарта Уже в оперном Театре В 12.00 И в 15.00 Но там уже На языке Оригинала И только Латышские Субтитры И английские Наверху Но Спектакль Интересный Кстати Там тоже Играете Бывает Но не в эту Субботу Это маленький состав Там все время Те же люди Камерный состав И вот Для детей Два таких Замечательных Спектакля В большой гильдии В 11.00 Русская версия В 14.00 Латышская А в оперном Театре Волшебная Флейта Моцарта В 12.00 В 15.00 В 18.00 В Домском Соборе Открытие Концертного Цикла Зимняя Камерная Музыка 2020 Концерт Открытие Порочная Французская Музыка И Программе Просто Сплошные Раритеты Композиторы О которых Даже многие Музыковеды И музыканты Просто Скрипачи Редко Слышали Например Роберт Девиси Рене Д'Эдуард Дебюссе Жан-Батис Барье Вот Знакомая Для меня Фамилия Франсуа Копере На котором Я могу Даже Рассказать Его биографию Жан-Ферри Ребель Понимаете То есть Как бы Такие имена Которые Действительно И В наше время Малоизвестны Малоисполняемы И Известны Именно В кругах Аутентистов Барочников Которые Любят Играть Старую музыку Но стоит Отметить Что эта музыка Старинная Она Ничем Не хуже Например Известных Композиторов Того же Люли Ромо Быть наиболее ярких Но и тоже Не факт Например Концерт Ре-минор Для Гобоя С оркестром Александра Марчелло Ведь это Фактически Одно единственное Произведение Композитора Которое Стало Известно Хотя Александр Марчелло Был Философом Поэтом А в музыке Он был просто Дилетантом Писал для души И тем не менее Прославился И до сих пор Прославляется Именно Этим концертом Кстати Этот концерт Долгое время Причисляли Его уже Брату Профессиональному Музыканту Бенедетто Марчелло Но потом Выяснили Что все-таки Это написал Александр Марчелло Так и вот Здесь Прозвучат Раритеты И мне кажется Очень интересный Концерт В 18.00 В Домском Соборе В Малой Гильдии Венская Классика Бетховен Шуберт И Веберн Очень Интересно Исполняет Известное Трио Палладио Эва Биндере Скрипка Кристина Блаумана Виолончель И Рейни Заринч Фортепиано Я кстати Хотела Гизон спросить А Рейни Всегда был В этом Трио Или у них Все-таки Был Другой Пианист Честно говоря Я не помню Даже не знаете Интересно Как раз Это к слову О том Что я сказала Что не очень часто Звучит Камерная музыка И вот именно 22 февраля В 18.00 В Малой Гильдии Можно послушать Очень интересную Программу Людвиг Ван Бетховен Фортепиано Трио Си бемоль Мажор Франц Шуберт 97 Да Да Опас 97 Шикарно При этом Два Трио Опас 11 Си бемоль Мажор Си бемоль Мажор И Опас 97 Два Фортепиано Трио Франц Шуберт Ноктюрн Ми бемоль Мажор И вот Опять-таки Видите Дедгофонист Антон Веберн Это уже Венский Композитор Но уже Не венская Классика Как говорят Но ставший Уже Классиком Конечно Композитор 20 века Который Разрабатывал Новый Способ Сочинения Но вот Будут звучать Его ранние Работы В таком Еще Романтическом Стиле Который Очень приятный На слух Который приятный И играть И приятно Слушать Потому что Дедгофонная Техника Это конечно Чаще Произведение Которое Приятно Разбирать Глазами Музыковедам Ее очень Сложно Исполнять И тем более Сложно Слушать Но вот Раннее Творчество Антона Веберна Это Поздний Романтизм Которые Очень яркие Произведения Будут Четыре Пьесы Для скрипки Фортепиано А также Опус 7 И две Пьесы Для Виолончели И Фортепиано Опус 3 Но друзья В этот же день Представляете Сколько концертов У нас будет Аж три концерта Музыка Кино Церковь Святого Иоанна И Изначально Концерт Запланировался Как концерт При свечах Музыка Кино Гидон Гринберг Скрипка Ирина Валикжайна Виолончели Я Елена Привалова Орган И мы Сыграть Один концерт Выучить Несколько новых Композиций Чтобы обновить Нашу программу Но Концерт Продался Буквально За один день Сделали Второй Концерт 21.00 Который Опять-таки Уже Почти весь Продан И будет Даже Третий Концерт В 15.00 Но уже Без свечей Потому что Днем светло Вот такой Немножко Минус Но программы Вся Та же Самая Гидон Бывала У вас Такая Практика Играть Три Концерта Подряд Но вот Два Концерта Как уже Выяснилось Это норма Первый Для русских Лансо Играет Второй Для латышей Детская Программа В оперном Театре Детский Спектакль 12.00 15.00 Составы Одни и те же То есть Работают А вот так Сольный Концерт Играть Целых Три Концерта Я вот Сейчас Думаю Два Да Бывало Частенько Два Мы с вами Играли Это норма Даже Бывало Что два Ромео И Джулетта Если там За границей Тур какой-нибудь Идут Прокофьев Тогда это Конечно Для духовиков Убийственно Вот Но На самом деле Не Не припоминаю Бывало Что Были Три Как бы Такие Детских Музыкальных Пьес С театральным уклоном Там Когда театральные Студии Да Такое было Что Три В один день В разных Городах Но В разных Городах Ах еще С переездами Да Но с небольшим Рядом Ну это получается Разные города А вот именно В одном зале В одном городе Мне кажется Что нет Концерты Чтобы Именно три В том же месте В один день Нет Такого еще не было Так что А в Риге А в Риге В Риге Наверное Вообще Это будет Я не знаю Насчет Других Исполнителей У меня самого Точно не было Чтоб Три В один День Действительно Какой-то Наш Ноу-хау У нас будет Просто Музыкальный Марафон Я как-то делала В церкви Стоу Павла Органный Марафон Музыкальные Портреты Где с 10 утра До 8 вечера Каждый час Звучал Концерт Посвященный Одному Композитору И там Попали Буксты Худе Бах Все органные Композиторы Видор Вьерн Франк Мендельсон Был Вивальди С Лисицыной И Это был Целый день Музыки Тоже Интересный Опыт А здесь У нас Одна программа Будет Повторяться Три раза В три часа дня В шесть И в 21 час И это действительно Необычный опыт И программа Конечно То есть мы уже Играли ее Два или три раза Да Эту программу Я не имею ввиду Повторов в один день Да Я понял Она такая Уже сформировавшаяся И каждый раз Мы добавляем Что-то новое Например Первая программа Которая Состоялась В нашем составе Также принимал Участие Прекрасный Виброфонист Андрей Пушкарев И он играл Свои аранжировки На темы Астеропьицолы А мы играли Как раз Такие хиты Советского кино И европейского Американского кино А вот На 31 декабря Когда у нас был То мы добавили Уже такие Новогодние песни То есть Тоже немножко Повеселились И кстати Открывает Программу Всегда Одно и то же Произведение Это вот Получается Это даже Что-то Символичное Да То есть Мелодия К кинофильму Шерлока Холмс Владимира Ташкевича Да То есть И кстати На одном из концертов Мне Гидон Предложил Одеть кепку Шерлока Холмса А я В концертном платье Говорю Какой же я Шерлок Холмс Сами одевайте И действительно Гидон Так и похож Ну Похож Не знаю Но одел Это действительно Очень интересно Ну вот В новой нашей программе Которую мы добавляем То есть Остается и костяк Это конечно Евгений Дога Мой ласковый Нежный Звер Мне кажется Это наш конек Просто Наш хит Еще Шиндлер И вот список Шиндлера Да Джона Уильямса Это такие произведения Которые И у нас Получаются Наиболее Вот Гармонично То есть Бывает Как произведение Которое Ты исполняешь Сам С полной Отдачей С душой Которое Как говорят Это мое произведение И вот мы Можем сказать Что Мой ласковый Нежный зверь Вот этот вальс И список Шиндлера Это такие Наши произведения Нашего трио Которое И очень интересно звучит В аранжировке Скрипка Виолончель И орган А из нового Будет Это Астер Пьецола Обливион И Либертанга А также Очень интересное Грандиозное Произведение Которому Лично я Долго Не могла Подступиться Ввиду его Сложности Это Исаак Дунаевский Увертюра Дети Капитана Гранта Но стоит Отметить Что сначала Вот Почему я сказала Ввиду его Сложности Потому что Существовали Только приложение Для двух Фортепиано И действительно Сделать приложение Интересное Для Скрипки Виолончели И органа Оказалось Для меня Лично трудным И тогда Я заказала Сделать аранжировку Московскому Композитору Анастасии Ващине И она Кстати Нам будет делать Еще и дальнейшие Аранжировки Для нашего Трио То есть В частности Мы В следующих Концертах Уже порадуем Наших Слушателей Музыка Эннио Мориконы Кинофильмы Профессионал Да Это очень Прекрасная Мелодия Но Так как Нет нот В свободном Доступе Существует Ограничение Авторских Прав То Вот Те Легкие Переложения Которые Есть для Фортепиано Они Конечно Эту музыку Просто убивают Да Вот И Конечно Нужно Играть музыку То есть Которая Написана Профессионально Сама По себе Мелодия Она Может звучать Даже и пошло Если ее Не играть В правильном Оформлении В правильном Аккомпанементе И это именно то С чем мы сталкиваемся В наших Концертах Ну так Гидон А вот У меня Первое время Когда я играла Музыку Кино Было Немножко Такое Сопротивление Что это Настолько Легкий Жанр Настолько Вот Это не Бетховен Это не Моцарт Это не Бах Вот Как у вас С этим Ну Скажем так Я люблю Легкий Жанр Я очень Люблю Танго Много Играл Танго У нас Есть Как бы Танго Состав Ундертанго Уже Больше Чем Боюсь Собрать Нет Каких Десять Наверное Уже 20 лет Он существует Да С Мартиншем Зилберцем Кстати Который Будет Играть Прекрасный Пианист Замечательный Человек Эвито Дуэр Аккордеон И Виктор Величко Контрабас Вот Так что Я Академические Жанры Знаю Долго И Как бы Скажем так Чувствую Неплохо Вот Но Когда много Поиграешь Даже с маэстро Там Если много Одессы Да Все равно Хочется Обратиться К Брамсу Бетховену Ну то есть Все время Надо чередовать Нельзя Зацикливаться Одно И то же Ну а как вы Думаете Почему Публика Идет на Музыку Кино Почему Хотят Слушать Именно Музыку Кино Так Гораздо Меньше Идут На Брамс На Моцар Она Демократичнее Она Больше Как бы Там Больше Чувствовать Можно только Чувствовать На уровне Эмоций Может быть Не надо Особо Следить За мыслью Как все-таки В академической Музыке Ну и Это все-таки Синтез Искусство Да Там Кино Оно Как Уже Саму по себе Очень популярна И всегда Есть ассоциации С тем Что ты видел В этом фильме И переживал Любимые актеры Вот И истории Так что Очень Для меня Очень понятно Я сам Всегда Любил Музыку Кино Музыка Кино Она Очень Разноплановая И Чаще всего Ее писали Композиторы Профессионалы Если Например Энио Мориконы Композитор Который Прославился Музыка Кинофильма Профессионал Миссия И вот У нас Будет Исполнен Габо Габриэль Из кинофильма Миссия И очень много Таких Щемительных Мелодий Которые Написал Мориконы Начинал Он Как Аранжировщик Он Получив Какое-то Минимальное Музыкальное Образование Стал Для кино И для спектакля Делать Аранжировки Самых Различных Композиторов И так Навострился В этом Жанре Что Спустя Наверное 10 Или 15 Лет Но это Много Да Делая Аранжировки Он Начал Сам Писать Музыку И первое Произведение Которое Написало К сожалению Не помню Какому Фильму Сразу Стало Известным Его Мелодии Стали Ему Он Прославился Как Композитор Киномузыки А есть Обратные Истории Например Композиторы Которые Писали Музыку Для Кинофильмов Фильмы Уже Неизвестны Их Никто Не знает А музыка Живет Музыку Исполняют И например Альфред Шнитке Которого Мы знаем Как композитора Достаточно Сложного Для восприятия Конечно Его гениальный Кончерто Гросса Который Любимый Публикой Но безумно Сложный Для исполнения И не так Не так Часто Можно Услышать И Альфред Шнитке Писал С удовольствием Ну не знаю С удовольствием Ли Но очень Качественно Писал Музыку Кино И например Мы играли В предыдущих Программах Сюиту В старинном Стиле Который он Написал Для Фильма Похождения Зубного Врача Фильм Давно Канул В лету А музыка Живет И живет В среде Академических Классических Музыкантов И так же Включается В наши программы Музыка Кино Так же Его Потрясающая Музыка К кинофильму Сказка Странствий Называется Полет Мелодия Эту мелодию Кстати Нам посоветовали Сыграть Рижане Которые Ездили В Калининград И попали На концерт В Кафедральный Собор Где главный Органист Кафедральный Собор Евгения Авраменко Со своей Супругой Флетисткой Играли Это произведение И Рижанка Настолько Вдохновилась Тем произведением Что написала Мне личное сообщение С просьбой Исполнить Это произведение И вот у нас будет Даже в другой В новой версии У нас будет Для скрипки Виолончели И органа А вот Что касается Профессиональных Композиторов Это еще Конечно Дмитрий Шестакович Который Написал Гениальный Романс К кинофильму Овод И стоит отметить Что вот этот Романс Он входит В репертуар Там В этом Кинофильме Есть романс А есть еще Ноктюрн Для виолончели Которые 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 Входят В репертуар Музыкальных Школ И первых Курсов Музыкальных Училищ То есть Это настолько Качественно Написанная Музыка Которая Достойна Исполнения Уже И в Академических Концертах Ну и конечно же Это хит Список Шиндлера Мелодия Которую Также часто Включают В репертуар При обучении На скрипке В музыкальных Школах То есть действительно Это произведения С одной стороны Причисляемые К легким Жанрам Произведения Которые Понятны Каждому Слушателю Но в то же Время Многие Произведения Написаны Профессиональными Академическими Композиторами И конечно Мы также Стремимся Включать Такие произведения В программу И вот знаете Еще Прозвучит Тема Мюнхгаузена Для Мы с Ириной Валикжанина Будем играть И целиком Эта мелодия Звучит в конце Когда идут титры И как-то Когда мы готовились Чтобы сделать Правильную регистровку На органе Правильно Выстроить Всю фактуру И там идут Титры 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 И такая Это бесконечная мелодия И там Комментария Это Вот тот случай Когда смотришь Титры Для того Чтобы послушать Музыку Это Кстати Наверное Многих Показалось Когда Стоило бы Посмотреть Титры Для этого Должна быть Очень яркая музыка Чтобы тебе Не хотелось Выключить И это Действительно Очень-очень Важно Ну что же Друзья Приглашаю вас На музыку Кино С нашим Гостем Сегодняшним Гидоном Гринбергом 22 февраля Билеты Остались На сеансы 15.00 И 21.00 У нас Как в кино Несколько Сеансов Три сеанса 15.00 18.00 И 21.00 Но на 18.00 Осталось Буквально Несколько Билетов Которые Будут Продаваться Перед Концертом И В 18.00 21.00 Еще будет Дополнительная Такая Атмосфера Которая Создадут Сотни Свечей В церкви Это все В церкви Святого Иоанна Вот вы Не поверите После вот этой Субботы 22.00 Февраля Когда Такой Кладезь Такое Количество Классической Музыки То потом Конечно же Как после Взрыва Всегда Затишье И несколько Дней Тишины 23.00 24.00 25.00 Нет Концертов Классической Музыки Все Все играют 22.00 А вот 26.00 В следующую Среду Я приглашаю Вас Очень убедительно На конце В оперный Театр Где будет Постановка Травиаты Джузеппе Верди И солировать Юлия Васильева Сопрано Это будет уже Ее второе Выступление В этой роли Вы там будете играть Гидон Гринберг 26.00 Скорее всего Да Да А то вот видите Мы столько Перечислили спектакли На этой неделе Которые будут И Гидон В них не играет Но дело в том Что в составе Симфонического Оркестра Несколько составов Да Два или три Достаточно Людей В коллективе Чтобы Менялись Все таки Некоторые Скажем Три человека Меняются Да Ну чтобы можно Было Фактически Три состава Чтобы можно Было Вот так Со мной Сыграть концерты С маэстро Раймондом Паусом И принимать Участие В спектаклях Драматических Театрах Да Драматических Театрах И вот В заключении Нашей передачи Я еще хотела Вас пригласить 23 февраля Ой 26 февраля В следующую среду В 19.00 В дом Москвы Это будет Как раз Наподобие Того В чем Участвует Гидон Гринберг Это Театр Поэзии И музыки Рустема Галича И Международный Центр Талантов Галины Полторак Они представляют К 150-летию Нобелевского Лауреата Ивана Алексеевича Бунина И Музыкально-литературный Спектакль По рассказам Ивана Бунина Называется В Париже А Исполнять Помимо Рустема Галича Также будет Известная Певица Из России Из Казани Юлия Зиганшина А компонировать Ей будет Виртуозный Пианист Константин Мулин Вот такая Замечательная Культурная Среда Есть что Выбрать И Приглашаю Вас Дорогие Друзья И на Концерты Слушайте Классическую Музыку До новых встреч